То есть ты сначала стань счастливым, а потом успешным, не наоборот. Если делать наоборот, то будет вот этот вот дискретный развал. То есть ты делаешься успешным, а потом говоришь, да пошло оно все, и разрушаешь все то, что достиг. Ты разберись вообще, в чем ты хочешь быть уверен. Что у меня получится, что я выйду замуж. Да никто не знает, выйдешь ты замуж или нет. Может и не выйдешь. Ну, ты сигналы там пускаешь. Да, точно психолог. Да, да, да. Всем привет. Привет, в эфире радио НЛП, и я его сегодня ведущий и всегда продюсер Александр Герасимов. У меня сегодня в гостях Михаил Антончик. Михаил, привет. Привет, и привет всем нашим слушателям. Михаил, я как бы знаю, что есть огромное количество всяких исследований на тему различных способов взаимодействия с НЛП. Ну и, как известно, есть всякие негативные люди, которые на нас нападают. Ну, там, всякие абьюзеры, да, которые обесценивают, которые, там, шатают нашу устойчивость себе, опускают самооценку, там, и так далее. Ну и, собственно, у меня к тебе вот вопрос, как, с одной стороны, эксперту в боевом НЛП, и, с другой стороны, как человеку, который точно умеет и помогает людям защищаться от всяких, там, нападений. Расскажи поподробнее, вот, как защищаться, это я сразу к делу, чтобы, что там, вот эти всякие долгие прелюдии, там, да, как защищаться от всяких негативных людей, которые всячески обесценивают, нападают, там, вот это вот все такое-сякое плохое. Ну, смотри, для того, чтобы защищаться, надо в первую очередь понимать, что они делают. Да, что они делают. Мы поговорим, я думаю, там, начнем с идеи самооценки, да, каким образом могут нападать на нашу самооценку и как защищаться, что делать по этому поводу. Это, кстати, очень интересная тема, и для того, чтобы нам как-то вообще с этим работать, мы всегда в НЛП пытаемся понять структурно, как устроена та идея, тот элемент, там, не знаю, как это еще называть можно, с которым мы работаем, ну, условно говоря, феномен, да. Мы работаем с неким феноменом, который мы называем самооценкой, и нам надо понять, как он устроен. Да, и что такое самооценка? Да, и что такое самооценка, и там, что такое завышенная, заниженная самооценка, там, нормальная самооценка, как ее, там, завысить, занижить, и вообще, кстати, надо ли. Но мы не берем в данном случае, в данном конкретном примере и подкасте, мы не берем про причины, которые, собственно, возникли, почему этот человек вам, там, эту самооценку, там, качает. Ну, мало ли. Вообще без разницы. Пофиг, да. То есть, вот, само понятие самооценка, это что? Само понятие самооценка, оно строится на нашей самооценке. Логично. То есть, на нашем анализе, причем этот анализ происходит в большей степени сознательно. Кстати, без того, чтобы мы понимали вообще, что такое ценности, с точки зрения Нелперской, нашего анализа, насколько мы эффективно удовлетворяем важные для нас ценности. То есть, в этом плане надо понимать, что, ну, как минимум, в моей модели мира, как Нелпера, существуют критерии. Эти критерии, они могут быть высокоценимыми, да, а могут быть, ну, там, менее важными, скажем, или совсем неважными. Ты же, когда покупаешь автомобиль, например, в нем достаточно много критериев. И я абсолютно уверен, что у нас с тобой есть такие критерии, про которые другие люди не думают. И есть обязательно люди, у которых есть такие критерии, про которые не думаем мы. Ну, например, там, не знаю, типа, V-образный двигатель, не V-образный двигатель, какой-нибудь там другой, или, ну, какие-то вещи, которые знают автослесари. Я с удивлением заметил, один из критериев, знакомый при покупке автомобиля, точнее, когда ей выбирали, что подарить, и она, для нее было сверхважным критерием, это подогрев руля. То есть, у меня в голове этой концепции, как бы, даже и не было, я подумал, о, прикольно. Ну, подогрев сидения, ладно, но подогрев руля, ну, окей. То есть, критерий комфорт, критерий подогрев руля, ценность комфорта. Да, совершенно точно. А у меня есть друг, который задал мне вопрос прошлой зимой, он говорит, слушай, а вот это вот ты зачем заслонку закрываешь, чтобы снаружи воздух не подсасывала машина? Я говорю, быстрее, говорит, нагреется. Ну, я говорю, быстрее нагреется, а он говорит, офигеть. А я никогда не мог понять, зачем эта вещь нужна. Он неплохо вообще в машинах разбирается, и давно за рулем. Да, то есть, к чему мы эти примеры приводим? Потому что есть более важные критерии, есть менее важные критерии, но так или иначе они связаны с ценностями. Да, критерий – это то, что может удовлетворить ценности. Точно. И ценности, в свою очередь, они находятся в некой иерархии в данный момент времени для каждого из нас. Например, для меня является важной и актуальной ценность семья. И есть полно людей, для которых ценность семья, возьмем, допустим, каких-нибудь подростков, ну, какая там семья. Мы не имеем в виду там родителей и отношения с ними. А вот это вот там, жениться замуж, выйти детей и радоваться всему этому, когда там все хорошо. Да, а для кого-то там является важной ценность здоровья, например. Я точно знаю, что для нас с тобой ценность здоровья является важной. Ну, согласись, лет 20 назад мы не особо про это думали. Мы были на гарантии у природы. Да, мы были на гарантии у природы, совершенно точно. До 25 лет, как бы ты ни портил свое здоровье, оно, блин, не портится никак. Да, и вот если… Теперь мы к чему переходим? Да, к самооценке. Если человек, да, я пришел к мнению вообще, что три ценности, которые находятся наверху, мы обслуживаем… Самые значимые. Да, самые значимые, мы обслуживаем большее количество времени. И вот наше понимание, насколько мы удовлетворяем критерии, связанные с этой ценностью, причем эти критерии находятся у нас в голове, и они субъективные. Ну, условно говоря, я понимаю… Это не правда, но допустим, я понимаю, что я реально там все хорошо делаю по поводу собственного здоровья, если каждый день я, например, там провожу кардио-тренировку не менее 30 минут. И плюс еще там… И допустим, эта кардио-тренировка – это утренний бег. А какой-нибудь другой человек, причем это может быть даже человек из медицины, он скажет, не-не-не, стойте, вы бегом себе здоровье портите. Тоже могу пример этот привести про здоровое питание, которые у одного – это пельмени с майонезом, здоровое питание, для другого – это без углеводов, здоровое питание, для третьего – баланс белков, жиров, углеродов, тоже здоровое питание. Совершенно точно. Каждый причем будет считать, что он здорово питается, типа все правильно и по канонам, и верит в это, и у него это работает. И вот, если мы осознаем, что критерии, связанные с важной ценностью, удовлетворяются, то тогда у нас высокая самооценка. Если же мы понимаем, что они не удовлетворяются, а вот как мы можем не понимать, что они не удовлетворяются, или как вот эти люди, которых ты вначале перечислил, типа абьюзеров, дестройеров, да иногда понимаешь, что интересно, эти люди добра желают, но у них намерение позитивное. Они не всегда это делают, исходя из идеи эгоизма, манипуляции и так далее. Мама заставляющая ребенка, например, питаться так, а не так. Или соответствовать режиму дня, допустим. Да. Для ребенка мама абьюзеров, как-то, которая на его личной границе, скажем так, в кирзовых сапогах наступает. Токсичная мама. Лайк, если у вас не токсичная мама. Да. Вот. То есть получается, что иногда мы сами осознаем, что у нас какие-то важные критерии, связанные с важной ценностью, не удовлетворяются, и тогда наша самооценка падает, и никто для этого не нужен. Здесь, что интересно, я заметил, в последнее время стали попадаться клиенты, которые просят личную консультацию, на тему «У меня проблемы с самооценкой». Я начинаю разбираться, и оказывается, что критерии взяты из книг вот этих вот самых, знаешь, мотивационных товарищей. Некоторые из них тренерами являются мотивационными, некоторые просто писателями. Я уже забыл все эти фамилии, честно говоря, вот там, где написано, что ты каждый день должен ставить там как минимум пять целей, не знаю, прописывать все это, там где-то в каком-то блокноте вести какие-то дневники, делать себе колеса балансов и прочее, и прочее. Человек начинает включаться в эту деятельность и понимает через там несколько недель, что он не справляется. Несколько недель ты прям запасом делал. Это я так понимаю. Несколько минут, дней. Да, а так обычно в течение недели уже начинают опускаться руки. И вот получается какая интересная штука. Критерии, связанные с ценностью, ну, например, саморазвитие или самореализация, смотря там про что эта книжка и чем занимается человек, они закидываются со стороны вот этих вот самых авторитетов, они являются уже изначально завышенными или просто не соответствуют каким-то внутренним стратегиям этого человека, например, таким как метапрограмма. Ну, человек возможностно, его заставляют быть процедурным. Ну, он терпит какое-то время это, а потом ему становится сложно, и он начинает думать, ну, значит, я в жизни тогда вообще ничего не добьюсь, раз я не могу справиться вообще с таким режимом деятельности, то успешным человеком я не стану. И вот у него самооценка начинает шарахаться вниз. То есть это вот один способ. Закинуть человеку завышенные критерии для важной ценности. Которые он не тянет, да? Да, которые он не тянет. Да и которые, ты знаешь, я не уверен, что люди, которые пишут эти книги, они сами это делают. Ну, и вот честно, у меня есть подозрение, что они этого не делают. Ну, или не делают систематически. Очень часто попадаются такие шизоидные личности, они понимают, что, наверное, так будет круто, если человек будет так делать. А он не может. Ну, вот ты знаешь же про Матрицу Эйзенхауэра, правда? А вот там есть несрочные и неважные дела. А их что, инопланетяне внушили? Ну, если ты это делаешь, это означает, что ты удовлетворяешь какие-то намерения свои? Ну, по классике, там, Матрица – это же дела, которые надо вычеркнуть, выбросить. Да, но говорят, выкинете это. А откуда они взялись-то вообще? Они для чего-то нужны? Я думаю, в этом случае проблема самооценки – это проблема с референцией, если мы к метапрограммам. То есть человек видит гуру восхищенным, субмодальный он там наверху и яркий, который говорит «бегай по утрам». А человек не может бегать по утрам, ну, просто. Нет времени, нет возможности, нет много чего, и он сразу же и не соответствует. А проблема с референцией. Да, я согласен. А мы не можем без этого. Вопрос в том, где взять адекватную референцию. Я пример сейчас такой приведу, странный. Буквально вот недавно на днях девушка, как мы с ней общаемся, она говорит «я поняла, у меня финансовые ограничения возникли после того, как мне папа там все детство говорил, что деньги достаются тяжелым трудом. Что делать? Я всяческими там фокусами языка, изменениями личностными историй пытаюсь эту штуку убрать, но она обратно восстанавливается». Я говорю «насколько ты восхищена папой?» Она говорит «для меня это абсолют бог, просто наверху там суммональный шаблон». Я говорю «давай в контексте денег папу подвинем». Это практически сразу решило ее задачу. То есть мы не со словами папы работаем, потому что все равно его авторитет не зыблем, а с его светлым образом именно в этом контексте. Во всех остальных, да пожалуйста, как говорится, не жалко. Но в контексте денег, и только мы этот образ убрали вниз, влево, в прошлое ее, сделали немножко серым, отпустило сразу. То есть все, убеждение убралось сразу. Потому что тот, кто говорит это убеждение, перестал быть авторитетом в этом контексте. Это очень крутой подход. Я его несколько раз использовал. И один из разов, как раз когда женщина очень долго жила со своим мужем, который, ну, похоже, вот, как бы такой абьюзер, скажем. И она в какой-то момент времени пришла к мысли, что не стоит вместе жить. Но он успел набросать ей кучу ограничивающих убеждений, что сама она не сможет там жить, потянуть, зарабатывать, там и прочее, и прочее. Да, и я вот такую же историю сделал. Реально классный прием. То есть я не стал работать с убеждениями, а с источником, с референцией. Да, это суперкрутая тема. И вот с этими товарищами, которые обращались за помощью, я точно так же поступал. Ну, я говорю, а вы уверены, что вот эти люди, они так делают? Давайте лучше процелим. Вы чего хотите? И, наверное, я поспешил, когда минуту назад сказал, что все равно нужна внешняя референция. На каком-то этапе. На каком-то этапе она не нужна все-таки. Ну, и связано, наверное, с взрослением человека. То есть вот это вот сознательное выбирание авторитетов, разочарование в авторитетах, это обязательно условие взросления. Ну, разочарование не в смысле отказ, а в смысле понимания, что я двигаюсь дальше и на следующем этапе в моей жизни возможно эти авторитеты и не понадобятся. Причем я двигаюсь своим путем и собственной скоростью. Вот, на мой взгляд, это очень важная история, потому что, ну, мы с тобой нелперы, и мы как мастера, как тренеры в течение всего этого периода профессионального пробовали разные стратегии, я абсолютно уверен, в разных контекстах. И планирование, и мотивация, и так далее. И в итоге ты приходишь к тому, что есть какой-то твой личный темп, с которым ты можешь двигаться на протяжении длительного времени. Реально, то есть не на 2-3 месяца загнать себя в какой-то проект, в какой-то режим и так далее, чтобы потом, ну, некоторое время вообще там мало чем заниматься. Ну, в этом плане. Понятно, что тренинги ведутся там и так далее, но мы же занимаемся какими-то отдельными вещами. Еще там написание какой-нибудь книг, статей, блогинг, там, не знаю, все что угодно. У каждого свое, да? Да, и в этом плане, на мой взгляд, самый лучший критерий для внутренней референции, первое, ты двигаешься в нужном векторе, ну, у тебя есть вектор, и ты в нем двигаешься. Это один вариант. Второй вариант, ты стал чуть-чуть лучше сегодня, это если про саморазвитие, например, всякое, чем вчера, ну, в контексте обучения. Ты сегодня чуть больше сделал, чуть-чуть, ну, именно в контексте саморазвития, потому что если про общую деятельность, там, сегодня записать на полтора блога больше, чем вчера, это не про это. Здесь, да, есть цель, ты двигаешься к ней, и темп, с которым ты это делаешь, например, он какой-то такой равномерный, и тебя устраивает. И ты идешь вперед. Все отлично. А в контексте саморазвития ты лучше, немножко лучше, немножечко, у тебя чуть больше получилось. Ты, если там учишься играть на музыкальном инструменте, легче, там, быстрее сыграл, точнее сыграл, там, и так далее. А вот эта вот история, каждый раз оборачиваться именно на авторитета, который там суперкруто играет, и сравнивать себя с ним. Хороший способ угробить. Да, вот это как раз опять включается, вот эта штука, когда ты завышенные критерии ставишь, и думаешь, да ладно, ну, куда я лезу вообще? Наверное, это не мое. Так а что делать, чтобы все это дело под контроль себе взять? Чтобы под контроль себя взять, нужно найти для себя, ну, смотри, про разные ценности. Что касается, например, там, ценности здоровья. Я не уверен, что мы сможем полностью отказаться от внешней референции. Ну, с какими-то вещами, там, типа, хорошо ли я себя чувствую, ну, например, у меня, как я считаю, все в порядке с желудочно-кишечным трактом, и я это проверял. Есть определенно некоторые продукты фестфуда, после которых я чувствую хотя бы несколько секунд легкую изжогу. И я считаю, что это достаточная обратная связь для того, чтобы не есть это. Ну, или крайне редко, я не знаю, там, есть некоторые обстоятельства, при которых это может быть единственный вид перекуса, и, на мой взгляд, лучше перекусить так, если тебя прямо очень сильно мучает чувство голода, чем его терпеть. Ну, это тоже личный параметр такой. Да, то есть, вот в этой ценности достаточно сложно отказаться от внешней референции в здоровье. Там есть какие-то люди, которые чего-то говорят, как там правильно, как нет, медицина, исследования, долгие годы наблюдения за какими-то группами людей, которые это ели, это не ели. Ну, вот, поэтому тут... Ну, и я не особо встречал людей, у которых низкая самооценка из-за того, что они не могут как-то свое здоровье поддерживать в нужном для них режиме. Если это только не про болезни, ну, там опять не про самооценку. Если это про ценность саморазвития, вот здесь, пожалуйста, вот этот критерий, ты сегодня чуть-чуть лучше это делаешь, чем вчера. Все, вот это единственный критерий, и все будет у тебя нормально самооценка. Ну, тут, наверное, больше про то, что они, эти авторитеты должны, как мне кажется, для более контролируемой самооценки быть в качестве, знаешь, как-то совещательного совета. То есть, они тебе предлагают какие-то решения, и ты выбираешь из своей какую-то систему внутренней ценности, потому что даже со здоровьем, ну, да, есть какие-то стандартные правила, да, там, питание, там, допустим, физической активности, а есть индивидуальные настройки. Ну, и опять же, здоровье, наверное, это скорее такая, как бы, ценность наша с тобой, как личный такой пример. А если брать там универсальное какое-то решение, ну, допустим, там, просто для любого слушателя не обязательно у него может быть ценность здоровья. Я запросто представляю, что подкасты слушают не только на беговой дорожке, допустим, там, ну, и в каких-то других условиях. Однозначно. За рулем и сигаретой, например, там, лайк, если ты за рулем и сигаретой, или дизлайк, если ты сигаретой. Да мы не против, чтобы люди курили. То, ну, тут, еще раз, скорее, я предлагаю больше, как бы, универсальное правило. То есть, не для ценности здоровья, а для ценностей. Да, там могут быть авторитеты, вообще, без сомнения, ну, как некие ориентиры. Ну, скорее, рекомендательная, совещательная у них такая роль. Да, понимаешь, вот, смотри, я специально начал сначала рассматривать какую-то одну, я понимаю, хочется универсальных правил, но давай вот уйдем от здоровья и возьмем, сравним саморазвитие ценности, ценность семья. Да. Да? А вот, откуда взять критерии и как понять, у тебя вообще все в порядке или нет? Ну, что, допустим, что твой ребенок получает достаточное количество твоего внимания, ты даешь ему достаточно возможностей для развития, ты не портишь ему жизнь, что у тебя хорошая супружеская жизнь, что то, что у тебя находится в холодильнике, всех устраивает и так и должно быть. Если не устраивает, то зажрались, вот, и охренели там, понимаешь? Это вообще, на мой взгляд, очень сложная история. И какой здесь может быть универсальный совет, если ты сидишь там с кем-то а он говорит там, мы вот ребенка отправили вот на такую-то секцию, там преподает, супер, там крутой дядька. А ты сидишь и понимаешь, например, что ты не можешь себе позволить отдать ребенка на эту секцию, хотя твой ребенок, они дружат вот с ребенком того прекрасного человека, с которым ты общаешься, и он тоже знает и хотел бы там заниматься, но ты не можешь себе этого позволить, потому что недостаточно зарабатываешь. Вот чего здесь делать? Вот это вот непростая ситуация, понимаешь? Да со здоровьем это такой пример, там вообще никто не страдает. Вот люди чего только не едят, чего только не пьют, считая, что это правильно, и кофейные клизмы себе делают там и так далее, и считают, что они чистятся и улучшают свое здоровье. И мотивацию. Да, находясь в это время на пороге нанесения серьезнейших травм своему, там, не будем говорить, чему, вот. И у них все нормально самооценки, они вообще не страдают. А вот в этих ценностях, понимаешь, саморазвитие, самореализация, достаточно ли ты делаешь? Ну, вот ты сказал, да, убеждение, то есть это убеждение, то есть это связь, по сути, что такое убеждение? Это связь между логическими уровнями, между элементами опыта. Когда человек говорит, например, ну, тут не только же про семью, там, ценность, да, а еще и некие, ну, там, самодостаточность, уверенность, например, комфорт. Ну, все ценности переплетены между собой, получается, ну, в любом случае. И для того, чтобы, ну, там, сохранять эту самооценку, как я понимаю, нужно уметь выявлять свои эти убеждения, потому что часто они, ну, или так очевидны на виду, что человек их не замечает, либо они в зоне, там, вытесненные, какой-то, и человек не скажет, что для меня семья, это чтобы ребенок учился в этом, там, например, в УЗИ, школе, секции, а не в этом. То есть, постепенно, ну, мы же понимаем, опять же, что это очень такая динамическая история, то есть, утром, ну, ладно, утром, там, летом, там, через месяц, там, или еще что-то, ценности могут меняться, убеждения могут меняться. и, ну, тут вопрос, как-то такой, немножко, может, даже провокационный, или иметь мало, но хорошую самооценку, или иметь много, но заниженную самооценку, вот, как-то, куда самся, почему такой выбор? Понятно, что можно меняя себя получать много, иметь высокую самооценку, но есть много примеров, у меня знакомый, допустим, у него мало чего есть, но понты там просто, да, Казахстану не снилось, просто уровень понтов, просто вот за пределами. Да, это, конечно, ну, как, это немного хуже для окружающих, чем для самого этого человека. Опять мы в референцию повторяемся. Потому что, находясь вокруг этого человека, мы можем поверить его обещаниям, да, посчитать, что он действительно справится с какой-то задачей, что он чего-то выполнит, там, и так далее. Он очень уверен. Скорее, мы страдаем, а он не страдает от этого. Вот люди с завышенной самооценкой, они не страдают. Поэтому в этом плане лучше, наверное, меньше иметь, иметь завышенную самооценку, если твой выбор, использовать. С моей точки зрения, вот здесь какая-то начинается, ну, философия дзен-буддизм в этом месте. А потому что я начал приходить к мнению, что адекватная защита вот в таких сложных моментах, как, типа, там, с ребенком, которого ты не можешь, там, ну, не знаю, или с каким-то вещами, которые ты там не можешь пока что себе позволить, с заработком, которого у тебя пока что нету, с должностью, которую тебе пока что не дали, непонятно, дадут или нет. Идея такая, немного, может, странная, отказа от идеи самооценки. Понимаешь, вот это вот может быть защита. ты понимаешь, собираешься ты, вот помнишь, даже классическая нелперская штука. Или мы меняем ситуацию или отношение к ней. Собираешься ты с этим чего-то делать или нет? Если собираешься, окей, и дальше перестань париться. Если не собираешься с этим делать ничего, значит, окей, и перестань париться. Я осознаю, что мой ребенок в этой школе учиться не может, но та школа, которую я ему смог дать, это школа, в ней он тоже учится, или там секция и так далее. И на данный момент времени я не собираюсь бить себе голову, там по голове, не знаю, там палкой, просто потому, что я не могу решить эту задачу. Я ее не могу решить. Все. Это не должно быть связано с моей самооценкой. И если я ее хочу решить, то решаться она будет не эта конкретная задача. Давайте продадим автомобиль и отправим все-таки ребенка на эту секцию. Она будет решаться в каком-то глобальном формате и может быть решиться через несколько лет. Потому что, опять же, мне интересен рост в этом. А тогда возвращаемся к предыдущей истории. И сегодня я чуть-чуть лучше, чем вчера. И тогда все нормально. Ну, давай такую мысль тоже разобьем. У нас такая дискуссия получается больше про самооценки. самооценка это очень такая самооценивающая история. Ну, сам себя же оцениваешь. Да, ты же сам это делаешь. И критерии самооценки могут быть необъективными. Ну, то есть, человек либо неправильно воспринимает реальность. Обязательно необъективно. Такое бывает. Да. И даже, наверное, удивительно, если они будут объективными. Это нужно большой мудрости быть человеком, чтобы учитывать слишком большое количество параметров. И по мне, вот в результате этого разговора пока выкристаллизовывается такая мысль, что самооценка это или не очень хороший инструмент по связи с реальностью, который в какой-то, в любой практически момент может стать сильным ограничением личным, потому что становишься заложником своих непересматриваемых убеждений. А если там есть еще и внешняя референция, то ты получаешься заложником даже и других людей, которые, например, рекламы, допустим, той, которая или общественного мнения или еще чего-то, которые очень сильно могут пойти в разрез с твоими, вот как ты сказал, целями. Ну, я предлагаю воспринять как некую миссию. То есть, сверхцель, в которой ты идешь, есть общество, которое говорит, типа, тебе не туда, тебе туда. Ты обязан... Не в тех кроссовках идешь. Ты туда идешь, но не в тех кроссовках. Или не так идешь, или не то ешь по пути и так далее. И человек, отвлекаясь из-за привязанности к самооценке, начинает, ну, как минимум, глобальную проблему для себя получать в виде, ну, там, внутренней неудовлетворенности. потому что его самооценка как бы частично находится в руках других людей, которые говорят, вот тут надо тебе другой телефон, вот тут тебе надо не так и не там жить, например. И человек, нарушая внутренние свои ценности, ну, собственно, как бы начинает жить не своей жизнью, но и со всеми вытекающими. я абсолютно с тобой согласен и более того, считаю, что вот эта штука в нашем социуме и, видимо, благодаря нашему языку и устройству нашего языка и всех этих логических уровней и наличии ценностей, она, мне кажется, была таким мотивирующим инструментом. Ну, знаешь, ты же хочешь сделать так, допустим, чтобы твой ребенок вырос человеком. И для того, чтобы его подталкивать туда посильнее, ему почему-то проще всего создавать какие-то негативные состояния. Это не единственный выход, но проще всего создавать какие-то негативные состояния и включать так называемую мотивацию избегания. Страх. Да, вот смотри, ты не соответствуешь вот этому критерию, ты не соответствуешь этому, а вот Вася там учится, а он получил, а вот смотри, этих там ходят на гимнастику, на зарядку, а ты вот только сидишь и там бездельничаешь и так далее. то есть, это элементы управления, которые встраиваются в наше сознание и в наше бессознательное и становятся для нас в дальнейшем элементами управления, которыми мы продолжаем пользоваться спонтанно. То есть, то, что ты сказал, не очень эффективный инструмент связи с реальностью. И мне кажется, что, ну, это, знаешь, вот как про уверенность в себе мне нравится такой фокус внимания. Я недавно начал людям предлагать, когда разговор заходит про уверенность в себе. Я говорю, а в чем вы хотите быть уверены? В том, что вы есть, но вы и есть. Я могу ущипнуть. Ну, в себе же должна быть какая-то уверенность. А дальше говорю, это про что? И оказывается, что многие люди начинают говорить об уверенности в том, что что-то в некотором будущем произойдет. То есть, уверенность, что я смогу решить эту задачу, что я смогу выступить, не знаю, ответить на какие-то вопросы на экзамене и так далее. Я говорю, а зачем им это? Ну, во-первых, невозможно достигнуть уверенности в виде убеждения. Убеждение, оно связано с опытом, а какая-то часть нашего мозга, даже если у нас есть положительный прошлый опыт, говорит о том, что как будет в будущем, непонятно. Много есть параметров, которые могут повлиять. Правильно? На то, что это будет совсем не так. Особенно, когда разговор начинает заходить о каких-то бизнес-проектах. Да откуда у тебя уверенность? Ты вообще помоделируешь каких-нибудь людей, которые много бизнес-проектов запустили, и спроси у них, был ли ты уверен? Есть, не буду говорить вот это вот слово, нецензурное, люди, которые говорят не совсем так, как у них происходило. Я был абсолютно уверен. Ну, или, может быть, он был действительно абсолютно уверен, но только это ни на что не повлияло, а повлияло что-то другое. Слишком много возможностей у будущего. и какая-то часть нашего мозга говорит, не можешь ты знать, как оно получится. Может не получиться. А веру создать, это значит отказаться от любых идей, связанных с опытом. Все, я верю. Опять вопрос, для чего? Тебе это нужно для того, чтобы делать? То есть, ты делаешь только для того, чтобы был в точности тот результат, на который ты нацелился, но, наверное, ты выбрал не то. Потому что, чаще всего, люди, у которых что-то хорошо получается, это люди, которые выбирают то, что им нравится в том числе в процессе. Ну, я хочу этим заниматься. Мне интересно развивать, говорит человек, там, допустим, какой-нибудь консалтинг или, не знаю, или тренинг, или какое-то производство сделать. Ну, я вижу, что есть успешные производства, я не знаю, как у нас будет, но надеюсь, говорит он, и рассчитываю на то, что все получится. И буду стараться для того, чтобы все получилось. Там нет никакой уверенности в себе. Вот. В чем ты можешь быть уверен? В том, что ты что-то умеешь. Если ты что-то умеешь, зачем тебе нужно быть в этом уверенным? Ты это умеешь и делай это. Да, но если вот так представить себе пирамиду логических уровней, да, и ты такой фокусируешь внимание на уровне убеждений по поводу того, что ты что-то умеешь. Тебе зачем это убеждение? Ну, чтобы пользоваться этим навыком. Нет, у тебя уже есть обратная связь на опыте, что это работает. Вот. И, да, то есть, вот эта вот идея про уверенность в себе, она не нужна. Это просто лишний фокус внимания. Целый такой набор, ну, я не знаю, фейков для многих людей, которые гонятся за вот этим, вот, как бы достичь. Мне не хватает уверенности всем, мне нужно пройти какие-то тренинги, там, ты разберись вообще, в чем ты хочешь быть уверен. Что у меня получится, что я выйду замуж. Да, никто не знает, выйдешь ты замуж или нет. Может, ты не выйдешь. Ну, ты сигналы там пускаешь. Там точно психолог. Да, да, да. Но, другое дело, там, ты какие-то невербальные сигналы посылаешь противоположному полу вообще, ну, там какие-то другие могут быть проблемы, какие-то базовые стратегии или ограничения, вот, по поводу того, вот, тут точно не познакомишься, там, я никому не нужна или нужна, это опять вот в этом, проуверенность в себе. Снеси это нафиг просто из головы. Добавить тоже хочу, то, что ты сказал, там, воспитание, оно обычно начинается с эмоций и страха, то есть, ребенка постоянно запугивают, ну, то есть, всю его жизнь практически, очень большое количество семей, там, ребенок, это такая история, которая, или ты делаешь уроки, или, или ты там, или ты там, ну, там, делаешь, там, ешь это, или, и получается, такой очень, ну, неприятный, что ли, момент, момент воспитания ребенка основан на страхе, но, если нас пугать, например, там, будучи взрослым, то у нас есть уже такой момент какого-то типа, как бы выживания, потому что, ну, там, звонит кто-нибудь, там, и говорит, что у вас вашего счета списываются деньги, например, классика какая-то, и у тебя сразу, это нормально абсолютно практически, у любого из нас начинают какие-то дополнительные стратегии появляться, так, а если там, короче, вот это, ладно, разберусь, придумаю там, или ничего не буду делать, то есть, гибкость появляется, у ребенка нет такой возможности, то есть, у него тотальная зависимость от взрослых людей, и когда взрослый человек начинает ему говорить, ну, то есть, тот, от которого он зависит полностью, начинает предлагать, или ты делаешь уроки, или мы тебе отдадим, в детский дом, дяденьки милиционеру, там, выгоним, там, или еще что-то, не купим мороженое, отберем велосипед, то для ребенка это экзистенциальная угроза, это примерно, как для нормального человека сказать такую мысль, или ты, там, берешь ипотеку, или мы тебя увозим в лес, и там, закапываем, для ребенка это такой же стресс, и в этот момент, ровно в этот момент, он начинает отказываться от своих желаний, то есть, если у него были какие-то, там, цели, ценности, которым он хотел соответствовать, то в этот момент, он говорит, не, нафиг, лучше не иметь таких ценностей, я откажусь от своих там, желаний, я буду соответствовать их системе ценностей, это первое, как это сказать, калечение ребенка с этого и начинается, там есть еще следующий такой очень прикольный этап, когда, ну, мало того, что ребенок уже отказался от своих желаний, нормальный ребенок, у него такая есть очень хорошая поисковая активность, то есть, ты его куда-то оставляешь, он начинает мир исследовать, неважно, там, это на улице, дома, там, в торговом центре, то есть, у него фильтры, в качестве базовой эмоции, у него интерес, удивление, интерес, любопытство, а мы ему встраиваем страх, это вторая супер проблема, решив которую, отказавшись от которой, мы решаем проблему самооценки сразу, то есть, получается, что если мы подходим к чему-то новому, исходя из идеи, о, прикольно, а как это, давай интересно, давай разберемся, неважно, это там, исследование, обучение, общение, там, любые контексты, вкладывание денег, не знаю, поступление куда-то в вуз, там, например, или еще что-то из интереса, не типа, это ошибка, которая искалечит всю твою жизнь, и ты будешь там работать на нелюбимой работе, а именно интерес, любопытство, вот тогда проблема самооценки исчезает, потому что, не нужно кому-то соответствовать, потому что у тебя есть соответствие со своей миссией, вот этим истинным желанием и любопытство и интерес, это, с моей точки зрения, самая большая профилактика, как раз, вот этих всех проблем, связанных зависимостью от других людей, которые взрослые взрослыми, в смысле родителями, например, и вторая проблема, как раз, это когда человек отказывается от чего-то делал, потому что ему это неинтересно, вот. Да, я с тобой соглашусь абсолютно, я вот в том же векторе абсолютно про эту мыслю, вот. Тут, знаешь, еще, есть еще один, на мой взгляд, такой контекст, связанный с самооценкой, такой контекст социальных соревнований, но он же тоже мотивационный является, ну, то есть, что я имею в виду, а вот у меня машина будет там круче, и я тогда, вот я молодец, значит, ну, мы сейчас, кстати, от ценностей, наверное, больше начинаем переходить уже в какие-то я-концепции, но это очень схожие в этом плане вопросы, вот, на мой взгляд, они схожи в плане, там, нужности, ненужности, в плане манипулятивности, в плане мотивационных составляющих, вот, я же должен быть красавчиком, там, типа, или не красавчиком, я крутой, или не крутой, я успешный, или не успешный. Но человек соревнуется с кем-то, мне кажется, это как раз вот самая первая проблема самооценки, то есть, потакание своим лимбическим ценностям, ну, типа, быть круче, чем другие, можно потакать и действительно много добиваться, но при этом тонкой красной линии происходит, проходит такая идея зависимости от кого-то. Да, да, а ты будь лучше себя, опять туда возвращаешься, с собой сравниваешь, любопытство, совершенно с тобой согласен, любопытство, миссия, некоторый вектор, который тебя туда толкает, тебя заставлял, чтобы ты там писал для себя какие-то, не знаю, мотивационные письма, тексты, слушал какие-то, кассеты там и так далее, чтобы наконец-то взяться. Я знаю людей, которые периодически ходят вот на тренинги, где говорят, в принципе, одно и то же, ну, мотивационный формат. Правильно? Есть, вот мы с тобой занимаемся инструментальными тренингами, там есть мотивационная составляющая тоже, без этого никак не получится, но она не является прямым фокусом внимания и нашей прямой целью. Просто человек что-то больше начинает про себя понимать, про свои желания, возможности и так далее и начинает что-то больше делать, да? А есть же вот такие тренинги, где там ты пришел там на 3-4-5 часов, вышел оттуда и понимаешь, так, надо больше работать, надо больше делать, мне вот этого не хватает, вот здесь я должен добавить. Тут у меня дисбаланс, а вот сюда бы я мог бы, почему я хочу всего лишь в 2 раза увеличить свою прибыль за этот месяц, если можно поставить цель выше в 4, там и так далее. Если человек на тренинге в 10 увеличил, тебе будет. они туда ходят и там как бы подзаряжаются, знаешь. Я не знаю, что-то происходит ли в реальной жизни после этого и надолго ли этого хватает. Две недели, да? В среднем две недели. Я изучал этот вопрос, реально моделировал и там есть очень 4 простых важных момента, я их не буду говорить, сохраняем трибу, но после записи могу тебе рассказать. с удовольствием. Я же тоже не зря вначале сказал две недели, просто для большинства простых людей, которые вот следуют этим всяким рекомендациям из книжек, ты прав. Там недели часто хватает для того, чтобы перестать вот это планирование там каждый день и так далее. Вот, но опять вот эта вот история того, чтобы взять какой-то внешний фактор, какую-то внешнюю референцию, чей-то внешний критерий для того, чтобы себя подтолкнуть, она стопудово будет вести к расстройству и к снижению самооценки. Ну и теоретически к успеху. Теоретически. Теоретически к успеху, да. Ну, а там становится вопрос точно счастье, успех, да, как решение задачи, как реализация цели, но не много ли существует людей, которые добились этого успеха, а потом у них произошло то, что называют выгорание. Ну, то есть, они вообще прекратили заниматься этим вопросом, там нафиг поздавали квартиры, уехали куда-нибудь там на Гуа в Индию, не знаю, или еще куда-то, ну, или просто, я не знаю, в деревню, там, ну, растить помидоры и капусту, капусту, оплачивая свои расходы просто под аренды квартиры там, где-нибудь в Москве. Само слово счастье, оно внутренне референтное, ну, то есть, чтобы быть счастливым человеком, ему не надо подтверждения снаружи, в случае с успехом, наоборот, это слово внешне референтное, и успешен ты или нет определяет часто кто-то снаружи, неважно, толпа, конкретно человек, и здесь, как ни странно, логика в этом плане очень простая и, наверное, даже примитивна, то есть, ты сначала стань счастливым, а потом успешным, не наоборот, если делать наоборот, то будет вот этот вот дискретный развал, то есть, ты делаешься успешным, а потом, говоришь, да пошло оно все и разрушаешь все то, что достиг, в отличие от счастлива, когда ты счастлив, ты такой, и мне из этого состояния кайфа и самодостаточности, что бы сделать, открою свое там производство, именно, или там создан там компанию бизнес, и когда я счастлив сам, счастьем буду делиться с другим, цитата из песни. Абсолютно с тобой согласен. Слушай, так у нас еще с тобой не было таких подкастов, чтобы было... Это очень комплиментарный подкаст. Мы всегда, в принципе, имеем схожие позиции, но тут и вопрос такой не совсем про модели НЛП, а все-таки про более... Это философский подкаст. Да, философский, но он все равно вокруг тех же логических уровней, тех же понятий, которыми мы оперируем. Но как только вот мы там на верхних логических уровнях, там вот очень много расхождения между разными людьми, которые могут даже там одинаково заниматься НЛП. Вот, а здесь абсолютно согласен. И знаешь, тут бывают люди говорят, а если я счастливым буду, так нафига мне тогда чего-то делать? Захочется ли мне тогда развиваться вот в этом направлении? А у меня сразу ответ такой возникает. А если тебе не захочется развиваться в этом направлении, значит, не то направление просто. Да, ну тогда, когда ты счастлив, тебе миссию проще найти соответствовать этой миссии, например. Да, это понятно, что, ну там, а я вот получил образование вот такое, работаю уже в течение пяти, там, или семи, или восьми, или там еще больше лет по специальности. Мне это все нафиг не нравится. Я пошел туда, потому что родители сказали, что вот нужно получить вот это образование. Это всегда кусок хлеба и гарантия завтрашнего дня, там, и так далее, и так далее. И вы вот такие умные сидите, говорите про то, что нужно обрести счастье потом себя. А жить-то на что во время обретения этого счастья, там, а как там чего-то развивать другое, если нужно в это время работать, там, и так далее. Ну, я не вижу противоречий, потому что, в принципе, в современном мире при наличии, там, не знаю, ну, какого-то, ладно, там, интернет, который очень много может проблем решать, других людей, людей, которые там рядом, людей со схожими ценностями, схожими контекстами, в общем уровне, ну, как бы, не то чтобы дохода, а в среднем доступа к, там, ну, хорошо, даже если мы возьмем какую-то супер минимальную планку по доходу для выживания, сколько она, ну, там, в современном мире, какие-то исчезающие малые суммы. хотя бы даже не совсем в зависимости от города. Есть магазины, которые, если мы говорим про Россию, то во всех городах они одинаковые. Опять же, есть удаленный доступ и зарабатывание, там, привлечение денег в свою жизнь, там, и так далее. Опять же, никак это не противоречит тому, что можно найти кого-то, кто уже этим занимается и параллельно со своей темой быть в этой теме. Я абсолютно согласен, что, вот, именно современный мир, он дает возможности делать первые шаги достаточно аккуратно и не разгоняться, там, тебе не надо сейчас все бросать, бежать, искать инвесторов на, там, 30 миллионов рублей для того, чтобы запускать эту всю историю. Ну, начни потихоньку, потихоньку начни понимать, как происходят эти процессы, чего там нужно делать, там, если это про производство, если это про что-то другое, начни изучать это и пойми. Если будешь ли ты счастлив, занимаясь этим, то есть, сохранишь ли ты, пусть сейчас у тебя есть куча проблем, да, выкини на секунду все эти самооценки, пойми, что ты живой человек. Мне вспоминается Роберт Антон Вилсон в книге «Квантовая психология», у него там был такой пример, он говорит, ко мне на одной конференции подходит знакомый, стучит меня по плечу и говорит, «Поздравляю, ты чемпион». Я говорю, что ты имеешь в виду, он говорит, из 100 миллионов сперматозоидов ты пришел первым. Вот, вот это как бы серьезная мысль, мы достаточно большой путь эволюционный проделали для того, чтобы сидеть даже вот на этой работе, которая тебе не нравится, ты в силах все изменить. мотивационный у тебя случайно случайно получилась мотивационно, но это реально так, ну начни, просто пойми, не надо цепляться вот в этот момент, не надо цепляться за чужие критерии, что вот этим надо заниматься, потому что это деньги принесет, или это сейчас модно, или это сейчас в тренде, вот это надо все убрать из головы, включить мечтателя, я предлагаю, да, знакомым с стратегией Диснея, включить мечтателя, забыв о ресурсах, о проблемах, о том, в каком месте городе ты находишься, и просто подумать, чем ты готов заниматься на протяжении десятков лет, ну, хотя бы десятка одного, для того, чтобы кайфовать от этого, а как, ты попробуй сначала найди ответ на этот вопрос, а как только ты его найдешь, у тебя начнут подтягиваться ресурсы, потому что вот здесь вот как раз идея похожая на ХСР, там пока цели в голове нету, а как ты можешь к ней прийти, это как в этой ситуации, когда человек говорит, мне надоело, что мы постоянно ссоримся, когда она начинает со мной спорить, или там называть меня неуспешным, лузером, когда она называет меня лузером, после того, как я возвращаюсь с работы, я начинаю на него орать, и мы ругаемся, вот, а ты говоришь, а как вы хотите реагировать в этой ситуации, он такой раз и завис, то есть у него нет даже мысли и идеи, как можно по-другому, он просто понимает, что его не устраивает нынешнее положение, но это же классика NLP, здесь такая же история должна включиться, ты сначала пойми, в чем ты будешь счастлив, занимаясь там самореализацией своей, или я не знаю, саморазвитием, или про любую другую ценность, вот, ты собираешься туда включить свой фокус внимания, что тебе будет приносить кайф, если бег, и это про здоровье, вперед, это прекрасно, а если это там, если плавание, так и плавай, ты и бегать научишься так, чтобы это было безопасно, там, для позвоночника и прочих элементов, и плавать научишься так, чтобы не утонуть, в конце концов, там, не знаю, и бассейн найдешь такой, после которого волосы не будут плавиться, потому что там везде хлорка, ну и так далее, то есть, это решаемая задача, надо начать вот с этого первого шага, но опять же, это можно сделать только откинув все вот эти вот внешние навороты, которыми, к сожалению, большинство людей обложено, и они этого не понимают, вот эти все критерии, которые валятся, и давно валились, например, из внешнего мира. В комментариях написали, там, Александр, вы там совсем охренели в своей Москве, 2000 рублей, ну, клуб НЛП у меня там, да, 2000 рублей в месяц, вы что думаете, эти деньги, вот я просто так печатаю, что ли, говорит человек, ну, я написал спасибо просто. Ну, да, ну, а как реагировать? Дорого, пафосно, я вчера случайно наткнулся на то, что в Яндексе есть какие-то отзывы про нас, и, значит, начал их читать, ну, меня порадовало, и все-таки прикольно, когда есть положительные, и там почти все положительные, но один из них был дорого, пафосно. Спасибо. Круто. Блин, ну, ладно. Хорошо. Дорого, пафосно. Поставил бы 7 звезд, но только 5. Ну, чего, на этой мотивационной ноте огромное спасибо, Михаил. Все было понятно, интересно. Короче, чтобы у вас было все в порядке с самооценкой, не трогайте ее, чтобы ее никто не мог испортить. Вам она, просто не берите ее с собой. Да, спрячьте ее. Уберите вообще, в принципе, как идею. Она не нужна, это лишний фокус внимания, который не нужен вообще. Мы можем управлять собой через другие вещи. Знайте свои цели, верьте в себя и применяйте НЛП. Используйте обратную связь. Все будет здорово. И рамку решения. Желаем всем счастья. Ура. Всем спасибо. Лайк, это спасибо. Репост, большое спасибо. Да. Всем пока.